Иногда во сне Я знаю, что значит Гамерия Оно, естественно, возлагает на меня новую дополнительную обвязанность У нас, у больших видов, не принято отказать, что так подписано Я ее принимаю, Соботович Я просыпаюсь Я часто приезжаю в отчий дом Помню, здесь я впервые услышал слово «жадит», которое мой дед произносил шепотом На мои вопросы «Кто это?» дедушка ответил «Однажды ты сам все поймешь» Став старше, я провел много времени в этой комнате Изучая наследие тех, о ком говорил мой дед Я собирал информацию по крупицам Подвергая сомнению все, что прочел Ведь жизни джадидов и других выдающихся людей Ставших разменными монетами системы Окутаны многочисленными теориями домыслов Помню, как мальчиком прочел легенду о появлении наших предков Она гласит «В день любви золотой луч упал на прекрасное дерево И в этом сиянии на свет появился Эл Его дом назвали Юрт Может, поэтому для соотечественников слово Элли-Юрт имеет важное значение История нашего народа глубока Но последние сто лет для меня особенно противоречивы В тишине комнаты мои мысли уносят к тому, с чего это началось Вторая половина XIX века Бахчисарай Исмаил Гаспринский пытается изменить Старый метод образования в мусульманских странах Он выпускает газету «Тарджиман» Которая оказала огромное влияние на возникновение жадидизма в Туркестане В 1884 году Гаспринский открывает школу В которой за 40 дней обучает учащихся чтению и грамоте Новый метод постепенно приобрел известность И привлек к себе внимание мусульманских странах Исмаил Гаспринский действительно важная фигура Которая в конце XIX века была одной из главных фигур В формулировании вот этих идей прогрессизма Он говорил о реформах, о необходимости реформ Ну, в частности, в образовании, в интеллектуальной жизни, в культуре В активном участии мусульман в местном самоуправлении Термин «джадид» впервые появился в Османской империи Во времена правления султана Селима III Низамый джадид означал реформы, направленные на модернизацию вооруженных сил Контекст джадидизма был иным Джадид в переводе с арабского означает «новый» Джадиды изначально не называли себя так Они называли себя прогрессистами Джадиды – часть глобального феномена, который охватил мусульманский мир Обычно мы называем это мусульманским модернизмом Туркестанский джадидизм был более традиционен, чем на Кавказе, по Волжье или в Турции Пропагандировать новое оказалось гораздо сложнее В силу мощного влияния кадемистов Так джадиды называли религиозных деятелей Которые, по их мнению, придерживались консервативных, религиозных и общественных взглядов Чтобы осознать, с какими сложностями столкнулись прогрессисты Пытаясь донести свои идеи Надо понять, каким был Туркестан того времени Некоторые историки считают, что до начала XVI века Восток процветал благодаря великому шелковому пути Но по мере географических открытий и появлению возможностей морских перевозок Сухопутные торговые пути пришли в упадок А вместе с тем прогресс, благосостояние и мировоззрение людей Развиваются технологии, которые в своем развитии проходят несколько столетий И происходит по тем временам полная технологизация Запада И этим Запад выигрывает Восток остается на низком очень уровне Это объективные причины Субъективные причины – это бесконечные войны Между государствами, которые были в Центральной Азии Вторая половина XIX века Бухарский Эмират и Хевинское ханство находятся под протекторатом Российской империи А Туркестан под управлением ее генерал-губернатора В Туркестане открыли первую русско-туземную школу У истоков ее создания стоял Владимир Наливкин Он старался реформировать учебные процессы в медресе Перевести на узбекский язык необходимые пособия Из России много было полезного привезено сюда Все это джадиды видели И они мечтали, чтобы все это развивалось Но в то же время они видели, что вся экономика находится в руках у государства российского На этом фоне джадиды испытывали огромную потребность в открытии собственных независимых новометодных школ Ведь их количество в XIX веке было небольшим Уже к 1911 году в Туркестане, по разным данным, действовало около сотня школ у Саулии джадид Манифест 1905 года, подписанный Николаем II, объявил равенство, свободу, слова всем народам Была организована Государственная дума Среди депутатов, которые оказались, и мусульмане Манифест сыграл большую роль в возникновении джадидской прессы До этого джадиды тоже печатались, но в правительственной газете Туркестан влой, это не газета Вообще джадидская пресса по своему охвату сильно уступала правительственной Как правило, газеты быстро закрывались по нескольким причинам С одной стороны, царская администрация, которая подвергала издание жестокой цензуре С другой, небольшое количество читателей Например, издания Шухрат Авлуни и Хуршит Мнауара Коро просуществовали не более двух месяцев А на газету Самарканд было подписано всего около 600 человек Против издания Тарак Кы за два месяца его существования было четырежды возбуждено дело В Бухарском Эмирате академисты давили на эмира Бухары Саид Алимхана И в какой-то момент он оказался между двух огней Это не значит, что он отказался от идей прогресса Мы понимаем, что он жил в Петербурге, был воспитан в такой более свободной среде И он понимал эти идеи прогресса Но он пытался каким-то образом найти этот баланс И в какой-то момент этот баланс сместился в сторону консервативной партии Процессы развития в Бухаре отличались от процессов в Туркестане Который полностью входил в состав Российской империи И по многим вопросам бухарцы смотрели на эмира как на возможного двигателя реформ Настроение у лемов было обостренным Что повлияло на взгляды эмира Алимхана После этого борьба между джадидами и академистами Переросла в борьбу эмира Бухары с местными прогрессивными силами В Бухаре вопрос грамотности сильно тормозили религиозные фанатики Особенно что касается открытия школ Они утверждали, что школы должны быть только религиозными и никак иначе Откуда бы взялись Аль-Харизми, Беруни и Аль-Фергани Если бы они вовремя не соединили светские и религиозные науки Николай II при личной встрече с эмиром Бухары Попросил его следить за меняющимся миром Таким образом, в 1912 году под воздействием российской администрации Эмир дал разрешение на открытие новометодных школ Но уже в январе 1913 года Саид Алимхан принял указ О закрытии газет «Бухаро и Шариф» и «Турон» И запрете джадидских школ Исполнение этого указа было взято под особый контроль В 1909 году в Бухаре разгорелся большой скандал Вокруг школы у Саули-джадид Из-за своей известности, которая стремительно набирала обороты Усугубился застой старометодных школ Что привело к зависти кадемистов После долгих дебатов и разногласий Кушпигей, главный визирь, и Казикалян, главный судья Издали указ о закрытии школы Консерваторы начинают ходить по домам И говорят народу не посылать своих детей в эти школы Среди кадемистов преобладало неверное толкование ислама Многие из них отрицали светские знания Считая их неподобающими для мусульман Мы можем назвать религию ислам религией знания Первое повеление, сошедшее от Аллаха на землю, был не намаз Давать закят, совершать хадж или умру А познавать Все исламские ученые знают, что первое наставление ислама – познание Поэтому знания для нас на первом месте На самом деле знания в исламе не разделены Наука едина Когда мы говорим «мусульманин», мы имеем в виду человека просвещенного Знающего свою религию, науку, любящего свою страну Пионером туркестанского джадидизма считается Махмуд Хаджа Бегбуди В 25 лет Бегбуди совершает первый хадж Это путешествие изменило его мировоззрение Он увидел мир, он сравнил Он был в университете Бейрут Он был восхищен лабораториями, которыми там были Он был удивлен иностранными преподавателями И, конечно, это помогло ему сформировать концепцию просвещения Вернувшись на родину, Бегбуди понял, что его страна выглядит отстала Поездка в хадж убедила его в том, что многое можно изменить Бегбуди открыто отстаивал право равноправного участия коренного населения В выборных органах И говорил, права не даются, а завоевываются Эта знаменитая фраза лежит в основе идеи Жана Жака Руссо И позаимствована из трактата об общественном договоре В 1913 году выходит журнал Бегбуди «Ойна» Издание распространялось на нескольких языках Не только для того, чтобы охватить большую аудиторию Бегбуди считал, что человек должен знать минимум четыре языка Я знаю, что в каждой статье Бегбуди красной линией подчеркнута мысль Учите молодежь Учитесь молодежь Он пишет в одной из статей Люди женятся Берут в долг Строят дома Потом продают дома И влезают в долги Мусульмане Что вы делаете? Обучайте детей на эти деньги Его мечтой было, чтобы в Туркестане появились выдающиеся инженеры Юристы и врачи Юрист Доктор Чхши Бегбуди считал, что для просвещения одних школ недостаточно Ему казалось, что народ нуждается в наглядном зеркале, чтобы увидеть проблемы со стороны Тогда он написал первую узбекскую драму «Падаркуш», которая рассказывает о необразованном юноше, убившем своего отца Пьеса выдвигает сильную метафору в форме наставления, которой начали пользоваться другие узбекские драматурги Он говорит зрителям напрямую «Образовывайте своих детей» И этого не случится Наследие Бегбуди невозможно переоценить Он создал проект культурной автономии Туркестана Важный документ своего времени В 1907 году Махмуд Хаджа Бегбуди обратился к мусульманской фракции Думы С предложением предоставить культурную автономию Туркестану и подготовил свой проект На основании этого документа можно сказать, что в начале 20 века модернисты склонялись к просветительской деятельности А в 1907 году родилась идея культурной автономии Бегбуди погиб при загадочных обстоятельствах Он отрицательно относился к большевизму Скорее всего потому, что разгром ташкентским советом коканской автономии стал для него большим ударом С другой стороны, он отчаянно критиковал эмира Бухары Историк Бегали Хасымов утверждал, что эмир относился к просветителю как к личному врагу 25 марта 1919 года Бегбуди пересек границу Бухарского Эмирата и был в Шахрисабзе Это последнее место, где его видели Основная версия смерти Бегбуди был схвачен эмирскими властями и казнен Некоторые предполагают, что его убили большевики за поиски поддержки пасмаческому движению Ни одна из версий не подтверждена фактами Так кто же убил его? Это остается тайной Могила Бегбуди не найдена до сих пор Имя этого человека было полностью стерто из истории У нас есть одна большая мечта Найти и определить могилу нашего дедушки Руководство Республиканского музея памяти жертв репрессий Готово взяться за это благое дело Сообщение о казни Бегбуди поступило в Самарканд только через год Город Карши назвали его именем и так оставалось вплоть до 1937 года Затем джадидизм окончательно предали забвению И Бегбуди был под запретом долгие годы Джадиды всегда выступали против религиозной нетерпимости Например, Исхокхон и брат призывал к толерантности И обосновывал это известным преданием о происхождении от одного отца и единой матери Он посетил Стамбул, Афины, Рим В период жизни в Калькутте изучил английский и французский Древнефиникийскую и древнегреческую письменности Благодаря этим знаниям он создал первый уникальный Узбекско-арабско-персидско-турецко-индийско-русский словарь в двух томах Одной из основных заслуг Ибрата является то, что он привез в Наманган Книгопечатное оборудование В типографии Ибрата во времена Российской империи Печатались узбекские и русские газеты, книги Он также был ученым-историком Один из ярчайших представителей жадидизма в Бухарском Эмирате Абдурауф Фитрат говорил Нет никакого сомнения в том, что хотя люди исповедуют разные религии Все они являются детьми рода человеческого Фитрат учился в старометодной школе В Медресе Мир Араб А также в Стамбуле, где образовал Бухарское образовательное общество Это общество помогало тем, кто приехал в Стамбул из Бухарского Эмирата учиться в Стамбульском университете, как материально, так и другими способами Одним из важнейших произведений Фитрата считается рассказы индийского путешественника Оно обнажает пороги и невежество общества Фитрат в этом произведении указывает на недостатки Пытается пробудить людей ото сна Призывает народ брать пример с развитых стран мира Изменить жизнь к лучшему Были затронуты коммерческие, экономические вопросы и даже вопросы гигиены В рассказах индийского путешественника Фитрат пишет Вы говорите, читая свободное время, оставшиеся от отца книги, я сделался доктором Это совершенно невозможно Технологическая отсталость региона того времени Сказалась на низком уровне медицины О высокой смертности, особенно детской, писали многие жадиды Поэты лирики Мискин, Хислат и Тавалло В разное время потеряли от болезней любимых детей Эти трагические события сильно повлияли на поэтов и их творчество Хислат написал посвящение погибшим детям Тушу башым гадуслар дағи фарзанд Козым га анчунан тар олды ташкэнд Бар ирди бір кызым ати малахад Эди миhrин ипи чаным га пэйванд Чахандын кылдырхлэ турт яшында Юг ирди асрдэ бір ангэманэнд Хисусэн бар иди бір даны олум Ати нисбэт хан ирди Созлэри кэнд Крыб ирди ки турттым бешгэнага Кызамы дэрди бірлэ Болды дэрд мэнд Лавасым бэлмэдилэр дэрдэнэй хэч Табэблэрна алип кэлдэм кэхэрчэнд Гатып ястыгда олумбэркун Гапурмэй бэхэм кэддэй чахандын Эй хрэдмэнд Бэйки бэлбэлэндэн айрэлэбмэн Юрэйкэндах чахан бағида хурсэнд х förмьэнэрдэн Кусь ѕшь таг мэндёк тазэс Слига пану мэндус мэн пээчч Юргіл 4 мэм иренэ утрэсэс Сна Пуччэнхэндуг tiэчж Анна кастэп Ангыми zijn дэп Гир работы от му Субтитры сделал DimaTorzok Джадиды Бухары Раскололись на правых и левых Первыми руководил Абдул-Вахид Бурханов Вторыми Абдурауф Фитрат Левое крыло Бухарских джадидов организовало Партию младобухарцев После Октябрьской Революции задача составления Проекта реформ Была возложена на Фитрата Он с огромной радостью Встретил весть о создании Туркестанской автономии Цепь дальнейших исторических событий Не позволили Притворить реформы в жизнь Фитрат уезжает в Ташкент И отдаляется от политической жизни Он занялся культурой И образованием Организовал общество Чеготайские беседы Фитрат Основатель первых музыкальных школ Он пригласил русского музыканта Успенского Чтобы записать ноты Бухарского макома И собрать их в отдельное пособие Говоря о вопросах воспитания Нельзя не упомянуть Его произведение «Ойля» Эта работа состоит из двух разделов Один из которых Охватывает период До рождения ребенка А другой посвящен Воспитанию детей Первые истории литературы И первый учебник родного языка Были написаны Фитратом На этой фотографии Фитрат сидит в центре Рядом с ним Молодые Саади Мухаммади И Мусо Сайджанов Эта фотография была сделана Перед отъездом Обдорога Фитратов На учебу в Турцию Тогда Мусо Сайджанову Было лет 17 Деятельность Мусо Сайджанова Оказала большое влияние На историю Бухары Примкнув к джадидскому движению Он был против кровопролития Верил в то, что любые спорные вопросы Можно решить дипломатическим путем Сайджанов занимался Сбором и размещением Исторических рукописей Стал первым узбекским ученым Принявшим участие В третьем съезде Востоковедов Ленинграде Мусо Сайджанову Было присвоено звание Профессора Мусо Сайджанов посвятил себя науке И старался дистанцироваться от политики Позднее он занимался Бухком Старис Самком Старис То есть работами Связанными с сохранением И охраной исторических памятников Очень много было работами проведено Вместе с его учителем Святкиным И вместе они проводили Научные работы В медресе Улубека Очень много было его работ Над которыми он работал Это Гуре Амир Мавзолей Самманида Он ведь один из первых доказал Что Мавзолей Исмаила Саммани Был построен еще при жизни Исмаила Самманида Будучи Назиром просвещения Мусо Сайджанов Реформировал систему образования Благодаря этому Резко увеличилось количество Школ для девочек и женщин Писатель Нусратулло Наимов Отмечал Что одним из важных эпизодов В археологической карьере Вяткина и Сайджанова Стало спасение гробницы В Самарканде Которую жители называли Чильдухторон Полагая, что в ней захоронены Сорок безгрешных девиц Она находилась всего В ста метрах от Регистана И была сильно разрушена Люди растаскивали кирпичи И камни из фундамента гробницы Используя их И на строительство своих домов Был установлено, что Именно здесь Покоились останки Кучкунчихона И его предков Удалось найти Расположение почти сорока могил Где были захоронены Не непорочные девы А представители Династии Шейбанидов Несмотря на выдающиеся заслуги Мусоса и Джанова Ему не удалось избежать репрессий За ним приехала машина Его забрали 14 октября 1937 года Его расстреляли Многие воспоминания Мне рассказывала Его старшая Единственная сестра Моя тетя У них до такой степени На генетическом уровне Страх был в крови Что даже когда она Бедная рассказывала нам что-то Она всегда вот так вот Прикрывала свой рот Джим, джим Нельзя говорить Не говорите об этом Фотографии его последние Которые мы видим Ему 44 года всего лишь Но на фотографии мы видим Человека намного Старше по виду Мунавар Корр Абдурашидханов Джадид, который первым В Ташкенте Открыл новометодную школу А в 1918 году Стоял у основания Туркестанского народного университета Который объединил Системы светского И религиозного образования Мунавар Корр является Одной из ключевых персон Туркестанского джидидизма Он создает учебники Для начальной школы Будь то география Или история В 1926 году Он подготовил Академическое издание По узбекскому языку И хотел донести его До публики Мунавар Корр сам написал Три тома И отредактировал четвертый В качестве главного редактора С 1908 по 1928 В 1923 годы По инициативе Мунавара Корр Более ста туркестанцев Отучились за рубежом В начале 20-х Бухаре Его инициативу поддержали Фитрат И Файзулла Хаджаев Мунавар Корр Вместе с Абдусами Корр Зьобовым И Абдухаким Бойвача Икромовым Побывали в Финляндии Где изучали форму Государственного правления Мунавара Корр Называют отцом Ташкентских джадидов Он с юности был чтецом Корана Корр Это человек, знающий Коран наизусть Мунавар Корр Считал, что Туркестанское общество Пассивно И в этом главная причина Его отсталости Мунавар Корр Говорил В Европе В то время Как люди научились Пользоваться электричеством Проводятся подводные исследования И совершаются новые открытия Мы, не стыдясь Обсуждаем длину бороды Или одежды И спорим Следует ли Преподавать географию В школах Вот что он критиковал К сожалению Это актуально и сегодня Иногда бывает так Что большие проблемы Остаются в стороне А мы Концентрируемся на мелочах В марте 1917 года Мунавар Корр Абдрашид Ханов Возглавил общество Шаурои Исламия Оно продвигало идею создания Независимого Туркестана Через 12 лет Мунавара Корр Арестовали Существует много свидетельств Что он взаимодействовал С большевиками Но при этом был В такой оппозиции К большевикам Он все время участвовал В каких-то сообществах Которые были такими Как называют Тайными Антисоветскими Большевистскими В своих показаниях Многие из них Мунавара Корр Были расстреляны Остальные были Приговорены к срокам От 5 до 10 лет Лишения свободы Только один из них Вернулся из заключения Эта фотография Если бы выдающийся Как только она увидела свет Автор столкнулся с мощным Противостоянием Несмотря на постоянное давление Авлони Не прекращает Свою деятельность Он пишет статьи Для газеты Садо и Туркестон Также появилось Общество Джаметы Хайрия При котором Авлони Мунавар Хорр И другие единомышленники Создали Театральную труппу Первой постановкой Коллектива Стала пьеса Подаркуш Бекбуди В 1914 году Ее показали В Театре Колизей В Ташкенте Ажиотаж был Настолько огромным Что толпы людей Не попавших на спектакль Осаждали здание Со всех сторон Со вступительной речью Выступил Мунавар Хора Театр не игра И не клоунада Это дом с зеркалами Кто войдет в него Увидит свое отражение Говорил он В 1914 году Труппа отправилась На гастроли В Ферганскую долину После возвращения Труппа с гастролей Авлони писал Когда я увидел Этих молодых людей С горящими глазами С желанием Изменить мир Я почувствовал Что наступает Новая эпоха Эпоха Возрождения Авлони Авлони Иногда трудно Иногда трудно Донести до сознания Людей то Чего они еще не видели Как только закрывали Одну школу Авлони Открывал другую По мере преподавания Он столкнулся С отсутствием Современных учебников Тогда автор написал Свои С 1909 по 1917 годы Авлони написал Произведения Первый учитель Второй учитель Третий учитель Авлони 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 Уделял большое внимание Женскому образованию Среди его рукописей Есть незавершенная пьеса Две любви В ней автор доносит мысль о том Что женщинам Свобода нужнее Чем мужчинам Многие жадиды Открыто выступали За женское образование И пытались покончить С устаревшими догмами В туркестанской прессе И в тюркоязычной прессе России Можно прочесть дебаты Среди джадидов Которые писали Молодым девушкам Необходимо образование Надо обучать их У них должна быть Возможность ходить в школу Они должны научиться Читать и писать Это вызвало отпор Со стороны улемов Которые писали Нет Девочки не должны Ходить в школу Если они будут учиться То смогут устраивать Любовные интриги с мужчинами А это Разрушит стену Защищающую Их честь В нашей религии Женщина Никогда не призывается К невежеству И необразованности То, что предписано Мужчинам Мусульманам Равнозначно предписано И женщинам Многие ошибаются В правильном толковании Женщин От рождения до смерти Всегда уважают В исламе Наш пророк Мир ему И благословение Сказал Благословенен дом того У кого есть дочь Честь женщины Велика В последнее время Некоторые мусульмане Жестоко относятся К женщинам Из-за неверного Толкования Ислама В глазах Многих людей Женщины Должны оставаться Дома И не участвовать В социальной жизни Общества На самом деле Наоборот Права женщин Защищены В нескольких Аятах Священного Корана Одной из первых женщин Отважно заговоривших О своих правах Стала Нози Махоном Она была Передовой поэтессой Своего времени И первой Журналисткой Глубокое знакомство С идеями Запада Сформировали Из юной девушки Борца за права Женщин Любовные Газели Нози Махоном Отличались Тонкостью Острие ее пера Было направлено На разрушение Стен Которые сковали Свободу Женщины Со всех сторон Поэзия Была Широко Распространена Среди Восточных Женщин Поэтесс Была Больше Чем Женщин Прозаиков Судьба Легендарной Поэтессы Искаканда Анбар-Атын Сложилась Трагически За смелость Своих Взглядов Она была Жестоко Избита И утратила Способность Ходить Прикованная К постели Анбар Продолжала писать Надеясь Что наступит День Когда голоса Женщин Будут услышаны Наравне С мужскими Анбар-Атын Символ Борьбы За равенство В то время Когда любые Попытки Женщины Заявить О своей Равнозначности С мужчиной Были Смертельно Опасны Субтитры Отворил Мужчин Пусть Ваши песни Чтут И вас А к нам Почтения Нет Перо Бумага Мне В затворной Тишине Но день Придет Найдут Тетрадь И стих Мой Будет Спет Мне Хоть бы В семь Десятков Лет Увидеть Этот День А Погребут Анбар Ну Что ж Дана Ей Доля Бед Продолжение следует Продолжение следует Как поэт, который чувствует несправедливость бытия, может передать свою боль? Конечно, между строк. Подобная виртуозность под силу немногим. Чулпан был именно таким поэтом. Он родился в Андижане в 1897 году. Учился в мадресе и русско-туземной школе. Зрелое творчество Чулпана зародилось в 1920 году. Критики писали, Чулпан надел на поэзию новый халат. Очень сложно оценить чувства этого человека со стороны, особенно спустя сто лет. Но что делает поэзию Чулпана прекрасной, так это то, что лирический герой Чулпана – сам Чулпан. В его первых стихах описана красивая природа, образ весны, возлюбленный. Но по мере того, как он становился старше, он видел изменения в обществе и увидел их раньше других. Даже в его лирических произведениях поднимались социальные темы. Чулпан – автор строк, которые спустя десятилетия стали символом борьбы, за независимость и обреливе смерти тексте гимна туркестанской автономии. Значимым произведением Чулпана считается «Ночь и день». Автор написал его в «Изгнании». Судьба второй части до сих пор остается неизвестной. По одной версии Чулпан сжег ее. Вторая версия. Произведение хранилось в архивах НКВД, и его дальнейшая судьба остается тайной. Некоторые исследователи верят, что рукопись надежно спрятана, и, возможно, когда-нибудь ее удастся найти. Существует еще одно мнение. Второй части романа вовсе не существовало. Независимо от того, утеряна вторая часть этого произведения или нет, если бы она существовала, можно было бы оценить роман в целом. Когда Чулпан говорил «Ночь», он имел в виду «Прошлое народа». Но наступил ли день? Доктор Кристофер Форд из Мичигана настолько проникся языком Чулпана, что перевел книгу на английский язык, чтобы познакомить с романом мировую аудиторию. Я купил роман «Ночь и день» и влюбился в него. Не только из-за поэзии и прозы Чулпана, но и новаторских тем, которые автор поднимал в нем. Эта книга была не похожа на другие. Роман напоминает антисоциалистический реализм. Чулпан был тонкой натурой. Его сострадание к людям проявлялось с малых лет. В 30-е годы для поэта наступила пора моральных испытаний. Чулпан будто предчувствовал трагический финал своей жизни, и это сильно отражалось в его творчестве. В своей речи перед Союзом писателей в 1937 году, незадолго до своего ареста, он говорил, что никто не пришел на чтение его романа, кроме Айдын. Все дело было в его персоне. Все знали его. Он ранее был раскритикован за антисоветчину. Видимо, он понимал, что случится что-то плохое. Узбекское литературное наследие играет важнейшую роль для будущих поколений. Абдулла Кадыри в первом ряду писателей, чье наследие остается актуальным до сих пор. В искусстве есть понятие «магнум опус», лучшее, созданное автором произведения. «Магнум опус Абдуллы Кадыри» — роман «Минувшие дни». Американский исследователь Марк Рис потратил 15 лет на кропотливый перевод романа на английский язык. Почему Абдулла Кадыри так сильно повлиял на парня из Феникса? Потому что Кадыри затронул меня на человеческом уровне. Это и есть первое обозначение великого писателя, такого как Шекспир или Сервантес. Их будут читать из поколения в поколение. Абдуллы Кадыри заслуживает место среди них. В 90-х Марк Рис приехал в Ташкент, чтобы встретиться с внуком Абдуллы Кадыри Хандамиром. Знаете, о чем мы говорили в первую очередь? Не сдерживая слез, он спросил меня, почему Кадыри убил кумуш? Именно тогда я узнал Марка. Понял, насколько Кадыри повлиял на этого молодого человека. Но в то время я не смог ему ответить. Статьи, стихи и рассказы Абдуллы Кадыри часто печатались в прессе под различными псевдонимами. Автор стал одним из основателей сатирического журнала «Муштум», который позже обрел большую популярность. К середине 20 века «Муштум» окончательно превратился в рупор советской пропаганды. А на заре существования журнала над ним работали самые выдающиеся авторы своего времени. Абдулла Кадыри стал серьезным критиком. В своих рассказах он с юмором пишет о проблемах в обществе, критикует недостатки, обличает истинную сущность некоторых людей. Абдулла Кадыри был человеком эмоциональным, полностью погружавшимся в истории, которые создавал. Сын писателя вспоминал, как однажды отец не вышел на завтрак. И когда в его комнату вошли близкие, то застали Абдуллу Кадыри плачущим. В этот момент писатель работал над сценой смерти Кумуш для минувших дней. Кадыри видел в Атабике самого себя. Я думаю, что и Анвар в «Скорпионе из алтаря» и образ обида в обидке тмень — это сам Кадыри. На мой взгляд, основная идея минувших дней Абдуллы Кадыри — это вопрос свободы человека. Свобода человека. Казалось бы, что может быть важнее? Для джадидов эта борьба была приоритетной, и именно ее они лишились в первую очередь. Джадидизм был мультинациональной идеей. Например, среди выдающихся кыргызских джадидов стоит отметить Талыпа Байбулот Уулу. Очевидцы рассказывали, что его постоянно навещали люди из разных селений, чтобы услышать вести мира. Джадид Дюрсо Орунбаев построил школу в селе, где обучались дети по новому методу Гаспринского. Ишиналы Арабаев составил первую кыргызскую азбуку и издал ее в типографии города Уфы. Примечательна деятельность Сирали Лапина. Он был казахом, окончил учительскую семинарию, потом юридический факультет в Петербурге. Он был переводчиком в Самарканде, а потом был таким независимым адвокатом, который очень тесно взаимодействовал с мусульманской фракцией. Я недавно изучал биографию Алейхана Бокейханова, Ахмадбоя Турсуна, Мержакипа Дулатова. Они также дружили с Бехбуди, Муновар Куаре или Захири. Советовались друг с другом. Они жили в единой стране Туркестан. Макжан Жумабаев – один из культовых поэтов Казахстана. Талантливый автор стал жертвой травли и попал в жернова репрессий по обвинению в пантуркизме и шпионаже. Его осудили на 10 лет. Находясь в заключении, Жумабаев написал письмо Горькому. Русский писатель поспособствовал досрочному освобождению Макжана. Однако через полтора года поэта снова арестовали и приговорили к расстрелу. Так же, как Шекспир для англичан или Пушкин для русских, для казахов, Макжан Жумабаев был и Пушкиным, и Шекспиром. Макжан Жумабаев Но поводок однажды смоет берег. И так же в жилах яд ускорит смерть. Дитя ночи, ни в чем не зная меры, На западе чинит кровавый смерч. А ночь черна, и время как застыло, Роятся мысли в суетном бреду. Пророк идет, вот-вот взойдет светило, Путь освещая в тягостном чаду. Рожден был гун от огненного солнца, От огненного гуна я рожден. Легко раскосый взор мой узнается, Он был омыт трепещущим огнем. Вражда и злобы застят ваши ночи. Стряхните муть, взгляните на восток, Заря восходит, сняв покровы ночи. Я к вам иду, я огненный пророк, Слепец, не унывай, предавшись скорби. Я солнце сын, взор полон мой огня. Я гун, и я приду на землю скоро, Чтоб снять оковы тяжкие из тебя. Слепец, не унывай, предавшись скорби. Слепец, не унывай, предавшись скорби. Слепец, не унывай, предавшись скорби. Усмана Хаджа Тимур Хаджа Углу, первый узбек, защитивший докторскую диссертацию в Колумбийском университете США, проводит время в любимой библиотеке. Среди сотен книжных изданий и портретов легендарного отца он нередко перелистывает дорогие сердцу рукописи Усмана Хаджи. Усман Хаджа – один из представителей интеллигенции, сыгравший важную роль в истории Туркестана, особенно в джадидском движении. Нам известно, что Бухарская республика была создана в 1920 году после свержения Бухарского Эмирата. Его назначили Назиром, то есть министром финансов. После этого, в 1921 году, он стал президентом. Усман Хаджа познакомился с Гаспринским и целый год находился с ним в Крыму. А затем поехал в Стамбул. Там он встретился с младо-турками. В этом доме, по рассказам Тимура Хаджа-Углу, жил Абдураул Фитрат, когда находился в Стамбуле. Позднее, вместе с Усманом Хаджой, они создали филиал Бухарского образовательного общества, главной целью которого было привести молодежь Бухары и Туркестана в Стамбул и дать им хорошее образование. Естественно, были не только узбеки, но и казахи, кыргызы, таджики, туркмены. Вернувшись в Бухару, Усман Хаджа открыл джадидскую школу, но просуществовала она недолго. Бухарские чиновники закрыли ее, как и многие другие школы. Несмотря на закрытие школ в Бухаре, Фитрат, Атуло Хаджаев и другие джадиды открыли аналогичные школы в Чаржуе, Каарке, Шахрисапсе, Китабе и Корши и продолжили обучать там детей. Давление на джадидов привело к их политизации. Часть прогрессистов были настроены решительно, считая, что одним просвещением перемен не добиться, и пора переходить к решительным действиям. Февральская революция 1917 года и рост оппозиционного движения в Эмирате в конце концов заставили бухарского эмира пойти на уступки требованиям джадидов. Саид Алимхан обнародовал манифест о проведении реформ, но через неделю после демонстрации младобухарцев он был отменен. В 1918 году Файзалла Хаджаев и Федор Колесов совершили неудачную попытку захвата Бухары. Когда прибыл Колесов со своими солдатами в Бухару, вспыхнул большой бунт, и Эмир продолжил ожесточенную борьбу с джадидами. Младобухарцы должны были сделать правильные выводы, но, к сожалению, в последующем мы видим, что они не были сделаны. В 1918 году был взят под стражу Садриддин Айни, брат моего отца Ата Хаджа, Усман Хаджа, Файзалла Хаджаев, Мунавар Коры, Фитрат бежали в Ташкент. Файзалла Хаджаев – одна из важнейших фигур своего времени. Он примкнул к джадидскому движению и был противником монархического правления в Бухаре. Как и некоторые другие джадиды, он поверил в то, что большевики помогут обрести автономный статус страны. Как показало время, его доверие к большевикам стало роковой ошибкой. В 1917 году джадиды поняли, что эмир их предал, что он беспомощен и должен быть свергнут. С этого момента Файзалла Хаджаев пришел в политику и сформировал партию младобухарцев. Она преследовала вполне джадидские цели, что означало не установление социалистического режима в Бухаре, а строительство мусульманской модернистской страны, которая была бы антиколониальной, революционной, но не основанной на принципах классового общества. Я была поражена, прочитав в газете «Кызыл Узбекистан» речь Файзалла Хаджаева, в которой он говорил «Это наша страна, и теперь у нас будет своя армия». Ничто не указывало на то, что Узбекистан, как и другие советские республики, будет управляться Москвой. А большевики как раз вели очень хитрую политику. Они им говорили, что это будет отдельное государство, что они сами будут управлять, что это вместо Бухарского ханства будет Бухарская народная демократическая республика. На самом деле так и произошло. Но очень скоро Файзалла Хаджаев, конечно, разочаровался. Трещиной в развале Российской империи стало отречение Николая II от престола. Последнего царя вместе с семьей перевезли в дом Ипатьева в Екатеринбурге, где его императорское величество провел свои последние дни. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года семью Николая II и еще четырех человек из прислуги перевели в подвал дома. Комендант Юровский ввел в комнату расстрельную команду и зачитал приговор. Стрельба началась немедленно. Вокруг смерти Николая II до сих пор озвучивается множество спекулятивных теорий, вплоть до инсценировки расстрела. Я же думаю, что смерть царской семьи красноречивый и фатальный символ того, что вскоре вся система изменится окончательно. 16 апреля 1917 года состоялся первый съезд мусульман Туркестана. В конце сентября Ташкентский совет с июля, возглавляемый большевиками, захватил власть в городе и окончательно завоевал его 1 ноября после подавления бунта. 20 ноября Ленин объявил неприкосновенными верования и обычаи всех мусульман России и Востока. Целью этого было получить поддержку национальных меньшинств в гражданской войне. 27 ноября Шураи Исламия в Коканде объявила о создании туркестанской автономии. Но уже 14 февраля 1918 года Ташкентский совет объявил Ферганской области военное положение. А в конце февраля войска советов разрушили автономию. Важно знать, что до советской эпохи у нас, узбеков, казахов, туркменов, кыргызов, был пусть и короткий, но демократический период. Туркестанская автономия просуществовала 72 дня. В 1918 году начались массовые убийства. Кокант превратился в город мертвых. В окрестных деревнях погибли десятки тысяч человек. В декабре 1919 года Красная армия взяла Ургенч. 2 февраля 1920 года был свергнут ханский режим в Хиве. Бухарский Эмират остался последним очагом сопротивления. Операция Фронза положила этому конец. В город направили бомбардировщики. Эмир Бухары Саид Алимхан бежал в Афганистан. Примечательные воспоминания Николая Фаусека, одного из летчиков, принимавших участие в бомбардировке Бухары. Мы разрушали Древний Эмират. Особые ликования у нас вызывали попадание бомб в знаменитый минарет, хотя попадания эти не имели никакого смысла. По иронии судьбы Николая Фаусека репрессировали и расстреляли в тот же день и в том же месте, что и в Файзулулум Хаджаево. Самолеты бомбили до последней капли керосина в баке. Заранее был составлен план. Исторически важные объекты были включены в план до того, как их бомбили. Бомбардировка Бухары до сих пор остается очень болезненной темой для каждого нашего соотечественника. Каждый исторический памятник здесь является гордостью народа. Второго сентября Фронзе послал Ленину телеграмму, в которой говорилось «Пал последний оплот бухарского мракобесия и черносотенства. Над Регистаном победно развивается красное знамя мировой революции». По мнению многих историков, кровавый исход такого масштаба стал большим ударом для Файзулулы Хаджаева. Он говорил «Мы ждали другой свободы, а большевики были слишком грубы с нами, не выполнили своих обещаний и причинили нашему народу большие страдания». Почему джадиды свергли Бухарский Эмират, обратившись к большевикам за помощью? Мы должны знать, что у джадидов не было вооруженных сил, и они делились на две группы. Первые являлись борцами, верящими в марксизм, под руководством Файзулы Хаджаева. Вторые были под руководством Усмана Хаджи, и они хотели только демократии. По мнению сына, Усман Хаджа видел, что Бухарская республика становится сателлитом коммунистов, и мечты о независимости уверенно разрушаются. Будучи первым председателем ЦИХ Бухарской республики, фактически президентом, он приехал в Восточную Бухару и перешел на сторону басмаческого движения. Переход Усмана Хаджи к басмачам был воспринят крайне негативно. Когда Усман Хаджа начал создавать армию в Бухаре, он пригласил 80 османских турецких офицеров. Он сказал им, приезжайте в Бухару и сформируйте для нас армию. Армия будет сформирована с 1921 года. В декабре 1921 года одним из событий, положивших конец деятельности Усмана Хаджи в Туркестане, стало нападение на Душанбинский гарнизон. Из Ташкента были направлены новые силы большевиков. Усман Хаджа получил ранение и был вынужден бежать в Кабул, откуда позже эмигрировал в Стамбул. К сожалению, в советский период давались ошибочные сведения о личности Усмана Хаджи и Бухарской республики. Правда была скрыта. Они также преподносили джадидизм как зло. Усман Хаджа умер 28 июля 1968 года. На протяжении жизни ему удалось установить прочные отношения с Турцией, Англией, Польшей. И все же всей душой он тосковал по родному краю, в который ему не суждено было вернуться. Он сказал мне в ночь перед смертью, «Я не смогу увидеть независимость Туркестана. Только вы, мои дети, увидите это. Когда вы поедете туда и пройдетесь по его землям, посмотрите на независимый Туркестан и моими глазами. Я никогда не забуду эти слова». Файзулла Хаджаев возглавил правительство Бухарской народной республики в качестве председателя Совета народных назиров. За четыре года руководства Бухарской народной республикой Файзулла Хаджаев стремился максимизировать возможности, пространство для деятельности Бухарской народной республики. Большевики не очень доверяли ему, но все равно считали, что именно он должен быть во главе Бухары. Когда пришло время создавать Узбекскую республику, изменить границы, Файзулла Хаджаев взялся за проект. Он был автором предложения создания Узбекистана на базе Бухары. Как он пришел к власти, он начал строить дороги. Он стал говорить о частных предприятиях. Он организовал к тому времени 400 предприятий по Узбекистану. Несмотря на рост политической карьеры, Файзулла Хаджаев, ставший одним из руководителей Узбекской ССР, возможно, понимал, что рано или поздно сам станет жертвой системы. По официальным данным, Файзуллу Хаджаева арестовали в Ташкенте в 1937 году. Однако у его внука, Рудольфа Бархета, другая версия событий. В 1937 году должны были состояться очередные выборы в правительство Узбекистана. Файзуллу Хаджаева проигнорировали. Он звонит Сталину. Тот приглашает его в Москву побеседовать. Хаджаев прибывает на поезде в столицу, и останавливается в гостинице «Националь». Проходит неделя, приема нет. Вторая неделя, приема опять нет. Ну, и он видит, что ждать уже бессмысленно. Готовиться надо к чему-то непредвиденному. Приезжает в гостиницу «Ежов». Он был как раз главой НКВД и говорит, ну что, Файзулла, что ты скучаешь? Поехали, развлечемся, поехали ко мне домой, может быть, на дачу съездим. Ну, и, конечно, он садится, едет. Это были последние мгновения привычной жизни Файзуллы Хаджаева. После начался настоящий ад. Игра разоблачена. Маска предательства стихлит, сорвана. И сорвана раз и навсегда. Это наша страна, от малого до старого, ждет и требует одного. Изменников и шпионов, продавших врагу нашу родину, расстрелять, как поганых псов. Это речь прокурора Андрея Вышинского на громком третьем московском процессе, известном как процесс антисоветского право-троцкистского блока. Подсудимые обвинялись в измене Родине, подрыве военной мощи СССР и других страшных злодеяниях, включая убийство писателя Максима Горького. На скамье подсудимых оказались 21 человек. В их числе Файзулла Хаджаев и Акмаль Икрамов. Газета «Правда Востока» 5 марта 1938 года. Та же газета от 6 марта пестрит страшными заголовками. Это все о Файзулле Хаджаеве, Акмале Икрамове и других фигурантах процесса 21. Началась настоящая охота на ветю. И признание подсудимых под радостный рев аплодисментов толпы. Разумеется, эти признания были даны под пытками. Всех обвиняемых расстреляли в печальной известной коммунарке. Список расстрелянных был в газетах. И вот в камеру, где сидела моя мама, девушка 16 лет, и ее бабушка Райхон Биби, им подкинули газету, где был написан список расстрелянных. И тут же у моей прабабушки начались страшные желудочные боли. И вскоре она попадает в госпиталь, и там же она умерла. Я как врач могу сказать, что она, вероятно, приняла мышьяк. Генеральный комиссар госбезопасности СССР, верный Сталину человек, был крайне изобретателен в вопросе пыток. Николая Ежова, как и многих других близких генсеку людей, расстреляли в феврале 40-го по обвинению в подготовке переворота. Несмотря на пытки, зная, что его дни сочтены, Ежов остался преданным Сталину. На суде он сказал, я почистил 14 тысяч чекистов, но огромная моя вина заключается в том, что я мало их почистил. И в последнем слове добавил, передайте Сталину, что я буду умирать с его именем на устах. Историки Шамсуддинов, Каримов и Есопов обнародовали документы ГУЛАГа о порядке ведения следствия, завизированные Ежовым. Цель Перед вами сидит враг народа, активно проводивший контрреволюционную работу. Задача Заставить эту контрреволюционную сволочь встать на колени перед советской властью. Методы Все время утверждать, что он враг народа, посадить обвиняемого на стул, пресекать всякую попытку встать или облокачиваться, не давать спать, есть, пить до тех пор, пока не напишет заявление. Это лишь один абзац протокола. Существовал и другой приказ Ежова по репрессированию жен и детей изменников Родины. Жены осужденных изменников Родины подлежат заключению в лагеря на сроки не менее как 5-8 лет. Внук Файзулы Хаджаева, Рудольф Бархит, родился в ссылке в Усть-Каменогорске, куда отправили его мать после расстрела отца. Работая на лесоповале, эта хрупкая, но сильная женщина старалась сделать все, чтобы уберечь маленького Рудольфа от суровой реальности. Вот наш был такой, совершенно приземленный. Мы жили в бараке, очень похожем на тот, в котором зэки живут. Топили печку, было большое окно, которое постоянно потело, и вода заливала, и подоконник, и пол. Вообще разговоры о дедушке, о Файзуле Хаджаеве, не велись в нашей семье до 65-го года. Реабилитировали Акмаля и Крамова. Но все попытки реабилитировать Файзуло как-то они терпели неудачу. Ну, а мама потерялась так, чтобы ее почти никто не мог найти. Иногда я не могу сдержать эмоции, когда читаю письма, написанные осужденными своим близким перед смертью. Одно из тысяч таких писем – прощальное послание Исы Хаджаева своей жене Рукие. Дорогая Рукия, не хотел писать. Боялся, что тебя тоже обвинят вроде меня. Но, думаю, разбор моего дела покажет мою невиновность. Не могу носить это позорное имя троцкиста-вредителя, которым я никогда не был. Воспитай хорошо Гулю. Сама тоже учись, и будешь работать на благо нашей Родины. Прости, что из-за меня ты много пострадала. Целую тебя и Гулю. Ну, прощай. Среди обнародованных документов есть один под грифом «Совершенно секретно». В нем студентам, отправленным на учебу в Германию, вменяется статья за шпионаж в пользу германской разведки. Речь идет о молодых ребятах, которых жадиды отправляли на учебу за рубеж. Многие из них были расстреляны. Это классик узбекской поэзии «Усман Насыр». За пронзительную лирику его называли «Пушкиным Востока». К сожалению, Усман Насыр также оказался жертвой репрессий. Он был объявлен врагом народа и отправлен в ссылку. В 40-м году Усман Насыр отправляет письмо на имя Сталина с просьбой пересмотреть свое дело. Удивительно, Сталин удовлетворяет просьбу поэта. В итоге Насыра реабилитировали, но до реабилитации он не дожил, умерев в заключении. Одно из самых проникновенных пророческих стихотворений Усмана Насыра «Насиме» насквозь пропитано непреодолимой грустью. Оно как будто о мечте, которой не суждено сбыться. Субтитры создавал DimaTorzok «Насыра реабилитации» «Насыра реабилитации» «Насыра реабилитации» «О, благи токюлур» «Оларман» Олдым де кута дар им тхан. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Так называемые расстрельные списки ужасают. Прошения об увеличении лимит осужденных по всем регионам страны Собственно-ручные пометки Сталина увеличить по первой категории расстрел не на 300, а на 500 человек кажутся сюрреалистичными. Ценность людских жизней сравнялась с беспристрастными цифрами на бумаге. Никто не был застрахован от того, чтобы стать очередной жертвой черного воронка. В этом парке весна кажется особенно упоительной. В нем царят умиротворение и покой. Но 4 октября 1938 года именно здесь были расстреляны более 500 политзаключенных, в числе которых были Абдулла Кадырий, Абдулхамид Чулпан и Абдурауф Фитрат. Музей памяти жертв репрессий всегда безмолвно напоминает об этом. Абдулла Кадырий подвергался травле еще с 1935 года. Он занимался сельским хозяйством и сам себя утешал этим. После выхода в свет обидки тмень в 1935 году он почти не занимался творчеством. 31 декабря 1937 года они пришли в 11 часов ночи. Обыскали дом. Мой отец очень сожалел, что не смог проститься со своим отцом. Больше Хабибулло Кадырий не суждено было увидеть своего отца. Писателя обвинили в участии в антисоветском националистическом движении, а также в том, что в журнале «Муштум» и в своих произведениях он протаскивал клевету на советскую власть. Этого оказалось достаточно для расстрела. Сына Адуллы Кадыри позже тоже репрессировали. Хабибулло провел в тюрьме 10 лет. Был суд, они ничего не смогли доказать. Во времена Сталина было такое правило. Если человек откажется от отца и фамилии, это учитывалось. Но мой отец не отказался от своего отца. Он отбывал наказание в исправительном лагере в Сибири. Возможно, Абдурауф Фитрат мог спастись от расстрела, если бы принял заманчивое предложение из-за рубежа. Его ученик Иззад-Султан рассказывал о пришедшем Фитрату письме из университета Алясхар. В письме Фитрата приглашали на постоянную работу в Каир. Фитрат спросил меня, как поступить, ехать или нет. Я сказал, я огожусь вам в сыновья, мне не следует давать вам советы, но на вашем месте я бы не уезжал. Было ли это его решением, или он прислушался ко мне, не знаю, но он остался. Абдурауфа Фитрата обвинили по четырем сфабрикованным статьям, вменяя, помимо прочего, попытку вооруженного свержения советской власти. Речь Чулпана перед Союзом Писателей в 1937 году оказалась символичной. Было понятно, что он стал изгоем. С одной стороны, он приносит разного рода извинения, но с другой, словно смеется над ними. В той речи он говорил, вы недостаточно сделали для меня, чтобы я стал социалистом. Никто не пришел на чтение моего романа, кроме Айдын. Никто из поэтов не разговаривает со мной. В то же время он критикует их. У него была антисоветская репутация, которую невозможно было смыть, несмотря на попытки в 1930-х. И эта репутация означала, что все его работы будут антисоветскими. Чулпан ненавидел Сталина. Но невозможно достичь политических целей, умерев. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В год оттепели в странах Советского Союза наблюдался скачок в образовании, искусстве, развитии общества, эмансипации женщин. Люди проявляли сплоченность друг с другом вне зависимости от национальности и географии. Один из множества показательных примеров единства – разрушительное землетрясение, произошедшее в Ташкенте в 1966 году. В город немедленно приехали специалисты со всех республик Советского Союза, чтобы построить его заново. Харьковчане были первыми, а за ними москвичи, ленинградцы, киевляне, луганцы, воины-строители. Все советские народы протянули Ташкенту руку помощи. Они обещали срочно построить в городе миллион квадратных метров жилья. Это были люди, близкие которых несколько десятилетий назад пострадали от репрессий – от Ташкента до Владивостока. С одной стороны, 30-е годы – это массовые репрессии, которые охватывали самые разные слои общества. С другой стороны, заново строили Ташкент, строили новые заводы, новую инфраструктуру. Люди получили доступ к всеобщему образованию. Уровень жизни заметно повышался в 60-70-е годы. Многое из того, что мы воспринимаем за продукты Советского Союза, появилось после войны. Индустриализация, урбанизация, инвестиции, местное общество, улучшение образования, – все это является продуктом послевоенного периода и правления Хрущева и Брежнева, когда Центральная Азия действительно преобразилась. В истории нет однозначного ответа. Ни на какой вопрос. Однозначно оценивать и полностью отрицать эту историю народа – это означать выбрасывать воду из корыта вместе с ребенком. Я никогда не считал себя фанатом советского режима и таковым не являюсь. Но я жил в советское время. И кто бы что ни говорил, мне нечего стыдиться в своей прошлой жизни. Мы побеждали. Мы проигрывали. Наших предков преследовали. Их уничтожали. Все это было. Но были и моменты радости, которые прожили люди. Наш сосед был русским. Чуть дальше жил сосед еврей. Также были соседями армяне. Никогда не было разделений на национальности. Я нередко задумываюсь, стоят ли любые достижения хоть одной человеческой жизни. Сложно представить, каково это быть одним из самых востребованных композиторов Советского Союза, но при этом десятилетиями ощущать боль душевных шрамов, когда эта же система одного за другим репрессировала твоих близких. Один из ярких примеров человека, сделавшего большую карьеру в советский период – многогранный композитор Муталь Бурханов. Именно его музыка легла в основу гимна Узбекской ССР, а затем и независимого Узбекистана. Мурханов написал композиции к фильмам, которые стали классикой узбекского кинематографа. На счету композитора известные оперы, сииты, романсы. Муталь Бурханов и сам стал классиком при жизни. Тем не менее, многие из его родственников были репрессированы. Композитор написал романс на произведение Абдурауфа Фитрата. И, как мне кажется, не случайно. На первый взгляд, это произведение о несчастной любви. Но музыка тонко передает щемящее состояние боли композитора. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Тимур Хаджа Углу часто посещает могилу своего отца. В эти моменты сокровенной тишины их души созвучны друг другу. Может прозвучать цинично, но сыну Усмана Хаджи повезло. Он всегда может навестить папу. Большинству родственников погибших жадидов об этом остается только мечтать. Мудрецы говорят, что река быстротечна, как время. Она уносит с собой все – боль, радость, да и саму жизнь. Единственное, что хранят ее воды – это память. Память вечна. И когда я смотрю на уходящий за горизонт Солнца, ловлю себя на мысли, как важно оставить после себя след в мирской суете. Наверное, это и было главной целью жадидов – изменить жизнь к лучшему и перед тем, как уйти за Солнцем, передать наследие будущим поколениям. И мы помним. Музыка. 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 ПОЛЕТ МИДИН, АЛТЫН МИДИН, НИДИН ЯХСУС ТИЛЛЕРНИ КЮДЮРДИЛЕР, АЛАМЛЕР УЙВАБ ИСТИКБОЛ ГЕМ АЯК МИДИН, НИДИН ЯХСУС ТИЛКОНГЕ БАТЫРЛГЕН, АЛАМЛЕР УЙВАБ БЮГЮНУМ ГЕТТАЩЩ ОЛЮС, ЧОГЛАРИМ МЕНИ ИГИТ, ИОСТА КИТКЕН, САЧИ ОХЛАРИМ МЕНИ ДАФТАРЛЕР ГЕЛА СИГМАЙ, ТАЩКЕН ОХЛАРИМ МЕНИ ИГИТ, ИОСТА КИТКЕН, САЧИ 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 ОХЛАРИМ МЕНИ Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok